Дорогие друзья, в этом уроке мы будем говорить о секции Color в программе DaVinci Resolve. Давайте изучать секцию Color. После того, как вы сделали монтаж какого-нибудь секвенции или файла, вот нажимая на кнопку Color, мы переходим в секцию Color. То есть основная наша задача в программе DaVinci Resolve это делать коррекцию. Давайте изучать. Первая секция у нас вот здесь Viewer. То есть весь наш материал, который мы делаем коррекцию, конечный результат всегда мы будем видеть во Viewer. Чтобы во Viewer передвигаться с помощью колеса, крутим вперед-назад, у нас получается Zoom. То есть приближаем, удаляем. В верхнем углу здесь можно, нажимая на него, это Time Line, здесь Time Line, время показывает. То есть еще раз нажимаем, он показывает Time Code самого футажа. Можно нажимая еще раз, вот смотрите, показывает время, то есть последовательность кадров. То есть на каком кадре сейчас находится на Time Line у нас вот здесь. Вот этот же самый показатель здесь тоже можно регулировать. Обычно у меня здесь стоит кадры секунду и показывает секундомер Time Line, чтобы знать, на какой секунде я нахожусь. Если хотите, когда работаете, немножко ваш Viewer маленький, неудобно, можно нажимать на эту кнопку, и Viewer вот так становится такого плана. Опять нажимаем вот на это, можно вернуться в такой вариант. Или же кнопкой, горячей кнопкой. Alt F, еще раз нажимаем Alt F, и можно вернуться в такой положение. Если вы хотите полноэкранный режим перейти, можно нажимать Ctrl F. Вот, можно весь материал увидеть в полном разрешении, в Full Frame. Еще раз нажимаем Ctrl F, вернемся в первоначальный вариант. В самом верху здесь находится такая секция Time Line. Ну, здесь у нас сейчас находится только одна Time Line. Можно создать некоторые Time Line. Вот, секции Edit, давайте создадим. Например, Test, Great New. И давайте кинем сюда некоторые кадры, чтобы посмотреть. Давайте Edit, на всякий случай отключим. И сейчас опять вернемся в секцию Color. В данный момент у нас показывает тестовую. Вот это я, кстати. Тестовую Time Line можно перейти вот на Time Line 1. Вот автоматом. Можно перейти между ними. То есть, это означает, что в секции Edit возможно создавать много тайм-линий, то есть, секвенции, и делать Color Grade. Перейдем дальше. Как видно из этой кнопки, нажимая на него, можно отключить звук на Edit. Видите, давай его сейчас проверим. В данный момент фактически звук есть, но мы его не слышим, потому что мы его замутилили. Сейчас еще раз послушаем. Сейчас есть звук. Так. Звук есть. Давайте уберем. Эта кнопка предназначена Mix и Unmix. Что это означает? Вот в этой секции у нас, давайте вернемся в Edit, есть три канала видео. То есть, на втором канале у нас стоит вот этот блик, а на третьем видеоканале у нас стоят титры. То есть, они одновременно все показывают на микшированном мониторе. Если мы нажмем на эту кнопку, то вы не увидите, вот сейчас, видите, здесь только отображается только канал один. То есть, микшированные файлы, диссолив, переходы, титры и разные там эффекты, скрин, мультиплей, все это не покажет. Вот, нажимаем на эту кнопку, еще раз. Давайте еще раз попробуем. А сейчас вот он отображает. То есть, это тоже имейте в виду. Здесь, когда мы будем работать с масками и с разными эффектами, мы будем использовать это вот окошко. Для чего я сейчас объясню. Например, давайте вот возьмем первый канал, футаж. Вот, квалифир, это означает для того, что, например, когда вот стоит курвиз, можно выбирать какой-нибудь цвет, и он отображает вот этот цвет в курвизе. Или же, когда включен вот квалифир, можно какой-нибудь цвет взять, и он этот цвет вот выделяет здесь. Можно это посмотреть, конечно же. Вот, нажимая Shift-H, он показывает, какой цвет вы выбирали. Power Windows, это для того, чтобы, когда вот, например, какие-то маски вы сделаете, вот он показывает маску. Если вы не захотите его увидеть, вы уберете, просто, но он делает, и все, он не показывает. Image Wave тоже, когда у вас создаются пресеты, когда это нажимаете или убираете, эту кнопку он не показывает. То есть, это, когда вы будете создавать некоторые маски или же пресеты посмотреть, делайте просто но, чтобы они не мешали вас в вашем виде. Ну, здесь, конечно же, вот, можно каждый футаж на repeat поставить, то есть, он, когда будет заканчиваться, будет по циклу, вот, играть. То есть, вот, цикл опять. Или же убрать этот цикл, просто нажимать на play, до конца все тайм-линию он покажет. Ну, это, наверное, знаете, кнопка реверса, то есть, можно на каждый трек, футаж переходить. Второй у нас в этой секции идет галерея и папки sys.by.powergrade. Для чего это? Сейчас покажу. Например, вы создали какой-нибудь, давайте удалим метод. нод, создали нод. Какого-нибудь, давайте, сделаем коррекцию. Допустим, вот так. Или же вот так. From saturation. Ну, например. И если вы захотите этот эффект сохранить, просто делаете grab to see, и он автоматом попадает сюда. Или же, вот, делаете, сейчас найдем, корр memory save memory alt плюс один. То есть, можно, такой вариант, тоже запоминается сюда, галерею, эти пресеты. Можно самому, конечно же, здесь создавать папки, плюс и минус, и дать какие-то названия, и все ваши пресеты можно сохранить там. Следующая наша секция, здесь ноды. Основные рабочие ноды, это для того, чтобы все ноды, как бы, принцип аналогии After Effects по слоям работы, то есть, выбирая каждый нод, там меняется, вот, какой-то цвета, вот, контрастность, можно разные по нодам работать. Добавляются ноды разные, там бывают, параллельные, миксированные, сплиттер, комбинер, то есть, это все ноды, досконально, я буду делать урок, сейчас, в данный момент, это не будем учить. Здесь, конечно же, можно их, вот, zoom out, и здесь, то же самое, отсюда, нажимаем на правую кнопку мыши, отсюда тоже можно добавлять нод, смотрите, add node, корректор, параллель, это разные ноды, можно, reset делать всех нодов, то есть, вот, видите, сброс нодов, произошло, создание нового нода, нажимаем alt, s, создаются разные новые ноды, и здесь, конечно же, люты разные, можно добавлять, но об этом мы поговорим в отдельных уроках. Следующая часть, у нас, идет сама таймлиния, здесь два варианта, одна идет, мини таймлиния, вот, вверху, а внизу идет, вот, таймлиния, которая показывает, первый кадр футажа, то есть, по ним можно, знать, какой кадр показывает, то есть, это аналогия, того же самого, эдита, вот здесь, просто, колор, секции, приближать, удалять, делаем с помощью мыши, то есть, скролл, отсюда, вот, движим скролл, то есть, он зум, плюс и минус, так тоже, можно, таймлиния двигаться, можно с помощью курсора, вот так двигаться, влево-право, и здесь, показывают, вот, V1, V2 и V3, это, номера каналов, видеоканалов, которые есть, в нашей эдит секции, я еще вспомнил, вам, показать, вот, этот эффект, кнопка эффект, это, новое введение, в DaVinci Resolve 10, здесь, можно, инсталлировать, плагины, формата, opx, вот, например, Reduce Noise, Sapphire, и разные плагины, и эти плагины, каждый использовать, для каждого, вот этих, каналов, это очень, новое введение, в DaVinci Resolve 10 версия, очень мне нравится, не забудьте, иногда использовать, вот, эту кнопку, of x, нажимаем, так, ну, сейчас, перейдем, самую главную часть, это, конечно же, вот, где делается, вся процедура, ColorGrade, вот, давайте, начнем, первого, это, камера RAW, здесь, настраиваются, все, данные, омете, данных, камеры, то есть, если вы сняли раз, вот у меня BMCC, то есть, Black Magic, вот, берем этот, например, клип, ставлю клип, и вот, беру, пространство, BMD Film, и он сразу становится, вот таким, здесь, уже делается, первоначальная коррекция, для этого, переходим, во вторую часть, Color Wheels, некоторые люди, любят, работают здесь, мне тоже, иногда нравится, вот, можно, контрастность, добавить здесь, вот так, Saturation, разного, в общем, это все, мы досконально изучим, третье, у нас, так, то же самое, просто в другом виде, линейном изображении, RGB Mixer, там, красный output, green, зеленый, и синий, ну, а здесь, Motion Effect, основном, будем делать, чистить, шумы, так, это секция, курвес, вот здесь, можно по-разному, выбрать, soft clip, saturation, luminance, и другие, то есть, эти все наборы, можно здесь, отсюда выбирать, или же, вот, нажимая на эти кнопки, вот, те же самые функции, которые мы выбирали здесь, можно отсюда выбирать, второй у нас здесь, квалифир, то есть, выбор конкретного цвета, можно вот выбрать какой-то, но, и вот, нажимая на этот цвет, вот, видно даже отсюда, нажимаем shift, h, вот, выбираем какой-то конкретный цвет, например, красный, и, начинаем с ним работать, так, здесь, в этой секции, у нас находится Windows, то есть, можно разные маски, делать, вот, такого плана, убираем его тоже, потом, здесь находится, четвертый у нас, трекинг, можно здесь, какую-то маску наложить, и трекинг делать, здесь, блур, секция блур, здесь, можно выбирать, шарпен, и, мисс, то есть, обычно, здесь делается, софт, и немножко, шарпенса добавлять, вот, когда вот так, делается, блур получается у нас, вот, видно из, вювера, давайте я поближе сделаю, или же, можно вот, немножко добавить, шарпенса, вот, отсюда, следующая секция, у нас, кей, импут, не буду здесь, очень много останавливаться, самая интересная шарпенса, из фишек, это, сайзинг, здесь можно, вот, двигать, кадровку, очень интересную делать, панораму, то есть, зум, и все это, конечно, анимировать, можно, вертеть, как вам угодно, даже, вот, зеркальное, его отражение, типа, сделать, давайте все это, reset, сделаем, два раза нажимаем на эти надписи, они reset, получается, вот, возможно, нажимая на эти клопки, flip image, вот, менять их, расположение, 3D клопку мы пока не будем изучать, а здесь, самый последний, можно вот, record time code, frame number, все эти он, вещи, будут, будет показывать, клипы сейчас, то есть, здесь, вот, нажимая на эти галочки, можно поставить, тайм-коды разные, все, вот, эти фишки, там, можно, чтобы показал, так, и вот, последняя часть, здесь у нас, keyframes, то есть, все эффекты, находящиеся, вот, здесь, корректор, вот, все эффекты, маски, разные, все, что, все здесь, можно анимировать, нажимая на эту кнопку, можно его расширить, нажимая вот так, можно его, сделать вот таким, маленьким, вот, когда мы будем работать на тайм-линии, если вы сделаете какую-то коррекцию, вот, внизу кадра, появляются вот такие цветные радуги, если вы будете делать, какой-нибудь трекинг кадра, давайте сейчас попробуем, хотя бы маленький трекинг, да, вот, у нас получается трекинг, и вот здесь появляется, значок трекинга, это тоже иногда очень помогает, чтобы знать, какие-то эффекты вы использовали, давайте я его сделаю, сделаю, так, ну, здесь вот показывают еще, шутер, то есть, футаж 1, 2, 3, 4, 5, потом, здесь, V1, это означает то, что этот трек находится на видео трек 1, а вот здесь V2 на видео трек 3, то есть, это тоже, можно здесь выявить, еще здесь есть очень прикольная вещь, Lightbox называется, вот при помощи его, можно, маленьким, большим, можно некоторые клипы, которые вам нравятся, создать группы, и обработать их в группе, это что означает, например, если взять эти два кадра, подсоединить их в одну группу, если мы будем здесь менять какую-то, цветность, или какой-то эталонный цвет, сделаем, то этот цвет автоматом будет действовать на другие группы, нажимая эту кнопку, Hide Color Control, исчезает, вот можно открыть и делать коррекцию, давайте, вот, например, возьмем этот цвет, и здесь будем делать коррекцию цвета, вот видите, можно реалтайм смотреть на другие кадры, и сравнивать их, то есть, здесь тоже можно, вот, хотя бы первичный контрастность сделать, я не знаю, разные вещи, просто это вам тоже иногда, на будущее, наверное, понадобится, здесь, есть, при помощи, лупы, можно, вот, смотрите, Graded Clips, нажимаете, показывает те клип, которые грейдены, или Ungrade, которые не грейдены, то есть, здесь вот, по своим задачам, даете ему, и он вам показывает то, что вы ищете, сейчас буду ставить All Clips, то есть, он показал все клипы, ну, здесь, конечно, показывает информацию, вот, нажимаем на эту кнопку, Time Code, опять, какой футаж, и то есть, на какой канале видео находится, это очень иногда тоже, вот, помогает, вот этот у нас футаж, даже трекер есть, с маской, вот, видно по этому значку, выходим от Lightbox, и еще здесь есть очень хорошая фишка, вот, например, это тоже вам поможет, вот, давайте сделаем, вот, первую, какую-нибудь версию, этого футажа первого, ну, давайте сделаем, и сделаем его Add Version, смотрите, здесь вот автоматом пишет, версия 1, потом, давайте еще раз его сделаем, вот, таким цветом, давайте еще раз, Add Version сделаем, и давайте еще раз, какой-нибудь, вот, вот такой эффект, и сделаем Add Version, все эти версии, можно вот, нажимая на кнопку, Alt Shift N, посмотреть, и вот здесь пишется, какая версия сейчас, в данный момент, у вас, показывает, Alt Shift N, еще раз, Alt Shift N, вторая версия, Alt Shift N, вот здесь показывает, третья версия, Alt Shift N, четвертая версия, та же самую процедуру, можно сделать, в Light Box, вот здесь, выбирайте, Load Version 1, вот видите, Load Version 2, то есть, разные версии, даже их, можно название менять, разные функции, включить, или не включить, тоже, это, очень иногда показывает, вам, помогает, когда вы создаете разные версии, одного и тот же футажа, ну, это тоже я показал, что вы имеете в виду, это очень хорошая фишка, программа, Resolve 10 версия, потом здесь есть функция, Alt Blinking, Planking, он, при помощи его, вот автоматом сюда, ставится, crop factor, который вы хотите, например, киношный, сеноскоп, вот, можете, при его помощи, даже, вот, вот такие вещи, делать, и когда вот это делаете, нажимаете на Sizing, и можно, вот, двигать, вот так, вниз, вверх, и, кропировать, вот так, файл, давайте еще немножко поговорим, о вектороскопе, это, основная наша, на бочи, как бы сказать, показатели цвета, без них мы не сможем делать Color Grade, вот, нажимаем здесь правой кнопкой мыши, Show Scopes, и вот у нас появляется вот такой, Waveform, Parade, Instagram, и Vectorscope, их, конечно же, можно вот здесь, самому выбрать 4, 3, 16, 9, вот, 1, Up, 2, Up, такого положения, и 4, Up, можно здесь еще вот разные, менять их, вот, Brightness, то есть, регулируется так, как вам, угодно, еще Brightness, скопа, вот так, то есть, эти настройки, вам тоже иногда, помогут, я обычно, что делаю, вот этот вектороскоп, у меня два монитора, эти скопы, я отправляю на второй монитор, а работу, делаю все в вивере, еще раз говорю, что вот иногда форму, очень часто встречаю, возможно ли, в DaVinci Resolve, работать с двух мониторов, то есть, выводить вивер, на второй монитор, компьютера, это у вас не получится, вы только сможете, выводить, вот этот скоп, на второй монитор, для того, чтобы выводить этот вивер, на другой монитор, например, HDTV, вам придется купить, видеокарту, из сайта Blackmagic, я думаю, что, о колорсекции, и навигации, мы на этот урок, закончили, продолжим, в других уроках, более тщательно, изучать, эту секцию, и как делать, колористку, небольшому серию, выводить, и вд을, подвести к physicsу, С陶ак什么,